А я напрягся. Я всегда напрягаюсь. Я нервничаю всю жизнь. Всем привет! В наше время каждый сам себе фотограф. Способность фиксировать реальность имеет любой, у кого есть мобильный телефон. А вот раньше танцевые фотографии было доступно далеко не каждому. Пленки, проявки, ванночки, темные комнаты, фотосушки. Почти что алхимия. Сегодняшний наш собеседник, фотограф Мария Дюповкина, прольет свет на темные и загадочные стороны данного вида искусства. Здравствуй, Маша. Здравствуйте. Ты совсем недавно вернулась из Риги, насколько я знаю. Да, но в Риге я была буквально два дня. Ты ездила работать, отдыхать? Нет, я ездила на встречу с Далай-Ламой. То есть, Далай-Лама, там, официальная формулировка, даровал свое учение жителям России и стран Прибалтики. Стран Балтики, наверное, так правильно. И я ездила на встречу, которая называлась «Светская этика». То есть, это было не совсем учение для буддистов, а для тех, кто интересуется буддизмом как философией, а не как религии. Тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. Удалось как-то пообщаться, потрогать? Потрогать удалось, хотя я этого не планировала совершенно. И это немножко диковатая история. Это, наверное, самое сильное из всего, что произошло за мою поездку. Мощное разочарование от того, как люди хотят потрогать. И полная бессмысленность этого процесса. То есть, нет никакой... Чудо не произошло. Чудо и не предполагалось, поэтому я и не собиралась его трогать. Но как всякий фотограф, когда я увидела, что что-то происходит, я захотела это сфотографировать. И я подошла к сцене в тот момент, когда увидела, что Далай-Лама собирается уходить, чтобы сделать кадры прощения Далай-Ламы и его аудитории. И меня толпой прижало к сцене, толпой фанатиков, не фанатиков, возможно, людей, алчущих именно этого контакта. И я не могла ни снимать, ни уйти. И поэтому вынуждена была просто болтаться с толпой туда-обратно вдоль сцены. И в тот момент, когда я осознала полное бессилие свое, я просто подумала, раз я в этом опыте, почему бы не попробовать хотя бы тоже сделать, что они. И, может быть, я увижу в этом какой-то смысл. Ну, то есть, вот ты делал, вот ты понял. Протянул руку, потрогала Далай-Ламу. Подумала, что я потрогала Далай-Ламу. И вот, потом целый день ходила и думала об этом. Зачем же это нужно? И почему же люди так яростно друг друга отталкивают, давя, пытаются потрогать человека, который говорит про мир, покой и дружбу? Ну, то есть, видимо, людям нужно потрогать, успокоиться и... Ну, видимо, не всем, но да, многим. Многим, да. Если вернуться к тому, о чем я заикнулся вначале, хорошо ли это плохо или плохо, на твой взгляд, вот такая доступность к 7-минутному фотографированию и постоянным выкладыванием снимков в Инстаграм, в соцсети и всего остального? Ну, мне кажется, что доступность этого – это хорошо. Вопрос, как это использовать? То есть, это как всякий инструмент. Можно же взять молоток и что-нибудь построить, а можно взять молоток и заехать себе по пальцам, и потом ругать молоток, и это бессмысленно. Вот, так что возможность запечатлеть что-то – это... И для кого-то это может быть инструментом, как какой-нибудь скетч-бук для художника, когда он берет и делает скетч за 30 секунд, зарисовывает кого-то, кто едет напротив него в метро или дом какой-то, и так тренирует, и свое чувство композиции, и все, что угодно. А можно спамить и делать что-то бессмысленное, или как-то пытаться самоутвердиться, пытаться там цепляться за фиксирование реальности. С чего у тебя началось увлечение фотографий? И как давно это началось? Увлечение фотографий, или когда я что-то начала делать в фотографии? Пойдем с истоков. Наверное, увлечение фотографий началось с тех пор, как я в детстве ходила постоянно в музеи, театры, на какие-то творческие встречи с моей тетей, она была журналистом, и она постоянно водила всех своих племянниц и свою дочку, просто в творческую среду водила как могла. И рядом с ней были фотографы, и у нее были альбомы по фотографии, я рассматривала все это. То есть там не было какого-то разделения на фотографию, и живопись, и графику. Я смотрела все, мне все это нравилось, и как-то постепенно просто окружение, как-то так вот началось. То есть ты потом-то начала сама что-то делать? А потом я поступила в школу молодого журналиста, причастники, я не планировала быть фотографом, я планировала быть журналистом, но там было довольно много и фотографов тоже, там я встретила своего мужа Олега Павлова, и он был фотографом, и сейчас он фотограф, и так началось мое участие в фотографии, уже живое участие в фотографии, потому что он начинал снимать, он учился снимать, но у него не было какой-то насмотренности и теоретической базы. У меня была теоретическая база, и никаких навыков практических, и как-то так мы дополняли друг друга, обмениваясь опытом. А потом я решила, что я должна фотографировать своих племянников, которые прекрасные, и про которых мне казалось, я могу сказать больше, чем про них как-то так с первого взгляда видно. А вот есть не секрет, ты училась на какую-то другую специальность, то есть, по которой сейчас не работаешь. Не работаю. А есть не секрет, на кого ты училась, какая у тебя профессия по диплому? Я закончила Ивановский энергетический университет, кафедру социологии, и я социолог и преподаватель социологии. Хорошо. На какую технику ты начинала снимать? Я начинала снимать на пленочный «Зенит», а потом на пленочный «Олимпус Ком». То есть, все началось с пленки? Да, все началось с пленки. Потому что обычно все начинают, в наше время все начинают именно с цифры. Ну, так получилось, что да, я начала снимать на пленку, хотя цифра была в доступе в свободном, но мне казалось, что я сделаю что-нибудь не так, я очень боялась, я очень переживала. А тут это был какой-то такой процесс, который никто не может контролировать, то есть цифры. Ты сделал кадр, ты сразу можешь посмотреть, если рядом с тобой живет фотограф, он может сразу посмотреть и сказать, так, ты тут сделала так, а тут не так, а тут то и все. И когда ты страшно боишься, страшно зажать, тебе хочется просто накрыться одеялком и говорить, ааа, нет, ничего не хочу знать, ничего не хочу знать. А с пленкой я могла ходить, днями целыми, ничего даже, не сделать ни одного кадра, а потом взять, достать, сделать, и никто не заметил, что я бы сделала, никто не покритиковал, не похвалил, потом через какое-то уже время проявили, посмотрели и уже это проще эмоционально ли было. Мне кажется, из-за этого. А не было такого, что вот на пленку получается больше ответственность, то есть ты не сможешь этот кадр переделать, может? Угу, но у меня это не напрягало. Это не напрягало и не страшило, наоборот. А вот так важна вообще какая-то модель, техника, то есть вот для фотографа, то есть кто-то, вот не помню, сказал, что настоящий фотограф, он может снять на любую мыльницу и получится круто. А если там у человека, который не видит вообще кадр, у него там крутая техника в руках, он может снять полнейшую ерунду. Ну это правда, но это не то, чтобы без разницы, на что снимать хорошему фотографу. Хорошему фотографу хорошо бы иметь тот инструмент, который ему подходит. То есть если какой-то там художник силен в живописи и дать ему классные карандаши, он может быть хорошо нарисует, но лучше бы он сделал, используя свой привычный, обычный инструмент. Ну то есть я сейчас снимаю на телефон и мне нравятся какие-то штуки, которые у меня получаются. Но если мне надо снять какую-то рекламу и чтобы это все было хорошо просвечено, и чтобы все это было резко, и чтобы все это было здорово, я не хочу снимать это на мыльницу. Я хочу снимать это на хорошую камеру с хорошим светом. Как ты считаешь, нужно ли человеку, который серьезно увлекается фотографией, посещать какие-то курсы или, если у меня есть талант, он и так у меня затолкнет? Ну, мне кажется, что неплохо посещать какие-нибудь курсы. Вопрос, курсы чего это будут? Если это будут курсы с техническим уклоном, они помогут вам освоительную технику. А если вы хотите развить свое мышление, то вам нужно обязательно записываться на курс, в котором есть история искусств, история фотографии. И еще лучше, если там будут какие-то предметы, которые учат мыслить и образы распознавать, и считывать. То есть смотря, чего хочет добиться человек. Если он хочет быть ремесленником, то есть фотографом-ремесленником, это быть не стыдно, это прекрасно, и здорово, если такие люди будут, техничные, грамотные. И им лучше прокачивать технику. А уже потом, как бы, по желанию, все остальное. Вот, да, если вы хотите быть творческим фотографом, тогда удобно. Для тебя, то, что чем ты занимаешься, это работа, ремесло, или это любимое дело? Или это какой-то гибрид, и того, и другого? Мне кажется, что это вообще то, через что я смотрю на жизнь. То есть у меня вся жизнь сейчас связана с фотографией. То есть это не только работа, не только, ну, даже сложно сказать, работа, не работа. В какие-то моменты мне это не особо, что там, не особо пересекался, с моей работой. Довольно долго это никак не пересекалось с моей работой. Я смотрю, я живу, и знакомлюсь с людьми, я общаюсь с людьми. Очень часто все вот это связано с фотографией. То есть это как бы, ну, моя жизнь, наверное. Пафосно звучит. Нормально звучит, хорошо. Про, про учебу, про всякие фотошколы, про всякие курсы, я, наверное, зря не сказала, что все это, в принципе, можно самому. То есть не обязательно, чтобы это было в фотошколе. Можно и самому получать образование, но я думала, что вопрос как-то он скорее про образование в целом. Стоит ли учиться? Просто кому-то проще учиться через книжки и там какие-то там интернет-ресурсы, а кому-то от харизматического лидера, который их ведет. То есть, в принципе, каких-то видеоуроков на ютубе, которые человек нашел, может быть вполне достаточно? Да, конечно. То есть, не обязательно, чтобы стоял рядом дядя, который говорит, а вот здесь вот неправильно. Нет, совсем не обязательно. Не нужно так. Ну, к тому же, можно и же через интернет найти такого дядя. Я и же скайп-консультации, конечно. Тебе нравится снимать больше на пленку или на цифру или на телефон? В зависимости от ситуации. То есть, у тебя обычно все с собой? Нет, у меня обычно нечасово нет. Вдруг ситуация такая, что тебе потребовалась цифра, а у тебя только пленка. Тогда я возьмусь нему на пленку, если я пойму, что моя пленка в этот момент это вытянет. Потому что, если у меня заряжена сотка, а там настолько темно, что надо снимать на 3200 фотографа поймут, то это довольно бессмысленно. Я просто наслажусь моментом, и увижу то, что я вижу и не буду страдать, что я это не сняла. Есть очень много таких ситуаций в жизни, когда я просто смотрю и понимаю, что это был бы классный кадр. Я не буду его делать. Вот я его вижу. Вообще, изначально ты видишь кадр уже готовым или он у тебя формируется в процессе съемки? Мне не кажется, что я прям вижу кадр. То есть, я вижу какую-то красивую ситуацию или что-то там важное, что-то ценное происходящее. Если речь идет о том, кадрирую ли я потом, когда обрабатываю картинки, чаще всего нет. Я сохраняю кадрирование, которое есть в процессе, ну, сделано в процессе. То есть, я беру, подношу камеру к глазам, и вот в какой-то момент, там, внутренний камертон какой-то, или что-то такое. Так не работает, так не работает, «О, да, вот так мне красиво». То есть, я не особо думаю в этот момент, а просто делаю кадр в тот момент, когда мне красиво. Вот, например, из тысячи сделанных фотографий сколько остается у тебя? Лучше не делать тысячу фотографий. Очень-очень много, очень много. Остается столько, сколько нужно. То есть, я неправильный фотограф, я чаще всего отдаю людям не фиксированное количество кадров, а, ну, сколько хороших получилось. Вот, и это никогда нельзя взять и заранее задумать. Вот, но у меня остается довольно много, потому что, и я стараюсь не снимать тысячу кадров, только с каких-то очень глобальных событий. Потому что, ну, наверное, это пленочная какая-то выучка, когда ты стараешься не делать лишних дубрей, не зажимаешь гашляткой, просто чш-ш-ш-ш. То есть, чтобы каждый кадр был индивидуальным? Да. А вообще, долго у тебя происходит обработка фотографий? По-разному. Очень сильно зависит от того, какой там был свет, какие там были условия съемки. А вот люди, ну, например, предположим, заказ. Ты отсняла там съемочный день и приносишь людям, они ожидают увидеть там 100-500 миллионов фотографий, ты приносишь им 10, которые, на твой взгляд, вот именно, хорошо отражают тут эту реальность. Обычно бывает наоборот. Да? То есть, люди ждут, что я принесу им там 15 фотографий или там 30 фотографий, а я приношу им 70, и говорю, ну, вы посмотрите, ну, вот у вашего ребенка тут-тут-тут такая мимика, что я не знаю, что здесь убрать можно, потому что он, смотрите, у вас какой живой, или там еще что-нибудь. очень много мелочей как-то происходит, про которые люди изначально не думают, что это попадет в кадр и что это стоит вообще снимать, что вот они выстроились, вот они нам улыбаются, они как-то себя показывают, несут, а потом, когда они думают, что я не снимаю, они начинают гладить друг друга по голове, успокаивать, обнимать, или там мама как-нибудь поправляет что-нибудь у дочки, или папа как-нибудь там, не знаю, похлопывает сына по плечу, и эти вещи тоже могут быть и, скорее всего, должны быть в серии, если она именно про семью, если мы говорим про семейную фотографию. То есть, когда люди все-таки отвлекаются, расслабляются, получается наиболее удачная фотография. В феврале, кажется, у тебя была персональная выставка в художественном музее города Иванова. Да. Она называлась? Течение. Течение. Как так получилось, что представилась возможность сделать эту выставку? Какие впечатления у тебя остались от самой выставки? Что вообще говорили люди? Хорошо. Так получилось, что художественный музей предлагал мне выставку уже некоторое время назад, но в тот момент у меня не было никакой материальной возможности взять на себя печать фотографии. То есть, просто печать фотографии, это хоть и немного, но в тот момент у меня не было такой возможности. Потому что художественный музей, когда приглашает сам кого-то, он приглашает на такой, бесплатной фактически основе, то есть ты должен взять для себя только печать баннера, ну и в общем все расходники. А так никакую аренду галереи, ничего, никаких денег специальных, там возьмите меня, возьмите меня. Вот это все не работает. Но насколько я знаю, вообще никак не работает. И спустя, спустя, наверное, год, да, получилась все-таки моя выставка, я начала сотрудничать с проектом «Соль». Они меня пригласили фотографом на несколько мероприятий, и Андрей Данилов посмотрел мои снимки, очень впечатлился, ему показалось, что будет очень как-то логично и правильно. Дальше среди каких-то встреч и событий, которыми занимался проект «Соль», взял мою выставку. И поэтому он начал заниматься этим. И сначала рассматриваясь несколько других площадок, но из-за каких-то там технических неполадок все это откладывалось, откладывалось, переносилось, отменялось. И в тот момент, когда я уже сказал, что «да ладно, давайте не будем делать мне выставку». Андрей сказал, как так не будем делать выставку? Все сошлось само, и музей был готов и рад принять меня, а мы как раз искали площадку. Вот, так все и получилось. Как люди к этому относились? Мне кажется, по большей части приняли меня очень хорошо, я даже не рассчитывала, что все будет так здорово, что на открытие придет так много людей, и что будут такие теплые отзывы в книге отзывов. Я вообще как-то думала, что это очень нескромно оставлять в книгу отзывов, но музей настоял, потому что по правилам музея так должно быть. Было очень приятно, что приходили люди с детьми, было очень приятно, что они не просто приходят с детьми, а еще и не давят на детей, разрешают детям ходить, смотреть, говорить что-то. Кроме самого открытия было еще несколько, ну, наверное, одно, можно посчитать за такое дополнительное мероприятие. Мы устраивали просмотр фотографий, и я рассказывала про то, как это круто формировать семейный какой-то архив, и принесли экран, принесли проектор, и показывали слайды из семейных архивов разных людей. То есть, я бросил клич, что если у кого-то есть классные семейные архивы на слайдах, принесите, пожалуйста. Вот. Клёвый, он такой пейтинный, чувак. Да, далай-ламу, да, и вот он стоит, и такой, я вам только что рассказывала про любовь друг к другу, зачем вы рвете друг к другу тут вот прямо передо мной, чтобы меня потрогать, схватить, стащить со сцены и разорвать на кусочки. Это было очень странно. Ну, то есть, нет, он при этом был приветлив, и смотрел на них с нежностью, как будто бы, о, вы мои маленькие, как он еще далеко до просветления. Ты по большей части детский фотограф? Наверное, да. Наверное, да. А почему именно дети? Почему они взрослые? Не то, чтобы именно дети и не взрослые, такого нет. То есть, когда я фотографирую семьи, там всегда есть и родители тоже, или почти всегда, а часто еще и бабушки и дедушки, и я не то, чтобы делю мирно детей и взрослых. Наверное, это такой ярлычок, который помогает людям проще ориентироваться. То есть, если человек говорит, что он фотограф, в основном люди предполагают, что он взрослый фотограф, а если ты говоришь, что ты детский фотограф, они думают, что ты умеешь и детей, и взрослых. Вот, как-то так вот. Мне кажется, что дети, это такие же люди, просто они чуть-чуть поменьше, чем я, уже будут на свете еще, а так все то же самое. Я даже общаюсь с ними так же. То есть, как началось это увлечение фотографировать младших братьев и сестер, так оно и продолжается. Да не то чтобы, потому что сейчас я снимаю очень много другого, я очень много снимаю у каких-то юношей, девушек, портреты, то есть, фэшн еще какой-то снимаю, модельные тесты, даже дни рождения иногда снимаю, какие-то взрослые. мне счастливилось фотографировать день рождения, на котором был стинг. Вот. Ну там, не то что даже день рождения, там было большое мероприятие, там был стинг, приглашенный гость. Вот. Было очень сложно фотографировать стинга, помню о том, что ты фотограф, потому что это же стинг! Хочется взять и так, ооо, стинг! Достать телефон и снимать на телефон, и потом такой, ооо, я фотограф, я фотограф, я фотограф. Берешь камеру, снимаешь обратно на камеру, а потом такой, оооо, опять видео на телефончик так что да я не согласна с тем что я только детский фотограф в первую очередь семейный фотограф семейный фотограф который мне нравится как семейный врач то есть мне нравится держать контакт семьями и то что я снимаю буквально из поколения в поколение и кланы снимают целый очень часто не передают из рук в руки какие-то сестры братья двоюродные братья и там я работаю с какой-то семьей мне говорят вы знаете вы же фотографировали мою сестру и вот я увидела у нее фотографии мне показалось что это чудесно и я захотела себе такие же потом еще приходят и говорят а сделайте нам пожалуйста книгу в которой быть вся история нашей семьи есть такая семья которая уже несколько книг у меня заказала и мне принесли архивы пленочные просили их оцифровать и книга первый том состоял из снимков которые делал отец семейства уже дедушка семейства а второй том состоял из моих работ за все годы когда я работал с этим кланом очень круто мне кажется это просто дико круто это что эти дети которые в этой семье они воспринимают меня уже как ну не знаю не как родственника но вот как часть семей такой я семейный фотограф я фотограф их семьи то есть они растут а ты в общем-то всегда рядом находишься круто а вот как ты ловишь моменты дети ведь очень подвижные существа как это происходит то есть они же постоянно бегают там шебутятся и прочее я тоже подвижные существа бегаю и как как сказать шебутятся только про меня шебутюсь шебутюсь ты находишь с ними какой-то определенный контакт или иногда становишься просто сторонним наблюдателем как бы они вот одновременно то есть я предпочитаю чтобы они мне не замечали но это возможно только найди с ним определенный контакт но наверняка ведь все-таки так получается что они и зажимаются тоже то есть дом конечно сейчас кажется это тоже надо нажимаешь я не планировал но это так я даже иногда зажимаюсь но я не зажимаюсь когда они начинают зажимать если я вижу что ребенок не готов контакту я специально делаю вид что ну не то чтобы я его игнорирую я даю ему понять что я не собираюсь торгать свою границу дети зажимаются когда думать что на них собираются ну условно нападать вот что к ним собираются как-то активно приставать что-то там втаскивать их взаимодействие фотографировать еще что-то и тогда я беру и говорю сейчас я фотографирую маму и папу или просто даже ничего не говорю отворачиваюсь и ухожу от ребенка ребенок совершенно не ожидает того что когда он ждал нападения человек отвернется вернется к нему спиной и уйдет а я же уже настроился воевать как так вот это бывает интересно то что возможно чаще всего ребенок ожидает что родители потащит его скажут вот тетя маша она сейчас будет тебя снимать к счастью ко мне приходят и семьи в которых не так ну чаще мое портфолио отсеивает людей которые не мои ко мне приходят те кто уже хочет естественность часто бывают такие вот случаи что ты проводишь семью целый день сейчас чаще и мне это очень нравится то есть у меня даже есть специально такое предложение что я бесплатно совершенно могу с ней какое-то время провести до съемки чтобы они привыкли ко мне я знаю что это не очень принято у фотографов как-то так расточительно относиться к своему времени но мне важно этот формат продвигать развивать рассказывать людям о том что такое есть очень многие не знают о том что в принципе такое возможно что ты не пришел на час в студию и за час сделал вот эти вот парадные картинки которые можно в рамку и на стену ничего против ними этих парадных картинок в рамку и на стену такие могут быть и наверное такие должна быть парочка скажем съемки чтобы ну даже если вы супер такие продвинутые либеральные вам хочется всего воздушную и национальность бабушки и дедушки которым хочется которые эту традицию помнит еще с каких-то там старых 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 времен и вот у них есть древние какие-то снимки начало прошлого века еще что-то такое вот и мне так кажется что ну это все должно быть какой-то в гармонии то есть и и такое такое я далеко ушла на ответить нормально по моему смотрел этот фильм ричарда линклейтера я смотрела линклейтера но к сожалению пока отречество не посмотрела и собираюсь посмотреть я слушал лекцию про отречество и все как-то мне не хочет смотреть его набегу они набегу пока не нашла время ну ты в курсе естественно конечно конечно это очень круто это очень для тех кто не смотрел режиссер снимал фильм 11 11 лет в общем 11 не меньше во всяком случае и он снимал своего сына нет это к тому что к чему я как там уставить и прогуглить да ну неважно кому на тот погубит может это у тебя же есть и как часто он попадает в объектив твоей камеры снимаешь ли ты его там ежедневно какие-то там эти вот моменты я снимаю его на телефон не сильно часто и на камеру еще режет вот ребенок который постоянно видит насколько мама увлечена фотографий ну не то чтобы ревнует но чувствует в этом определенную конкуренцию то есть наверное в моей жизни это действительно не просто работа очень важная часть жизни потому что вельмир постоянно видит что мама фотографии мама как-то связана с фотографией и если я пытаюсь то время которое я уделяю ему каким-то образом совмещать с другой важной частью моей жизни он часто против этого потому что он хочет чтобы в тот момент когда я его я была безраздельно его без примеси того что занимает остальную часть начать часть моего времени вот но он сам хорошо снимает ну как хорошо он сам уже умеет не отрезать головы людям и кадрирование умение которое не всем взрослым дает насколько ему 6 довольно то есть у меня аватарка в инстаграме это он с ним многие думают что это какой-нибудь классный фотограф но это вели мир какие-то классные снимки которые вели мир делает очень часто людям кажется такими классными что они пишут волос корон переплюнет маму и папу они знают что до этого он мог 15 раз прицеливаться и вообще не попадать и что это бывает раз пятилетку что он заинтересовался чем-то и снимает людям хочется восхищаться и радоваться и находить этих маленьких гениев мне кажется что не то чтобы маленький гений от фотографий просто он постоянно видит это мы с ним постоянно разговариваем про свет про там какие-нибудь вещи которые происходят вокруг то есть смотреть он умеет а будет ли он потом это применять фотографии я не знаю давно ли он заинтересовался маминами игрушка маминами игрушка хоха наверное да то есть заинтересовался он сначала очень бурно в совсем раннем возрасте как только научился стоять ему хотелось это все хватать и трогать потом долгое время он не интересовался сейчас он использует это для уже каких-то своих личных целей и вот это совсем новое для меня это еще не совсем поняла и не совсем не знаю к этому относиться потому что он иногда просто берет мой телефон говорит маму не надо сфоткать и уносит а потом я нахожу у себя в памяти телефона сотню фотографии бионикла с разных ракурсов и он конструирует какого-то нового супер бионикла которого не существует природе и ему нужно отснять весь функционал потому что вот здесь же у него там вот эти штуки поднимаются в 10 до села вот здесь там стреляет и он как-то начинает использовать фотографию прикладном каком-то ее значение это круто то есть мне кажется что это гармоничное развитие его отношения с фотографией не пытаться статистовать а использовать ее как инструмент уже свою технику или он пользует ли я пыталась давать ему свою беззеркальную камеру что вот или мир вот здесь лежит next бери там все фотографируй он не брал стоял себе в шкафу и стоял и я решила что значит пока не время я не собираюсь не выдавить ну если он захочет он попросит у нас нет такие отношения то есть если он чувствует что у него есть необходимость чем-то он сообщать и и больше нравится черно-белые цветные снимки свои суд свои собственные черно-белые потому что я плохо умею работать с цветом все так вот и зелой честно признал ну нет это на мой взгляд то есть я не считаю что я плохо обрабатываю картинки но мне кажется что есть такие крутые фотографы которые работают с цветом сейчас я попробую объяснить как как же так это сделать цвет может быть красивым и не раздражать это будет красивая цветная фотография но это будет просто красивая цветная фотография а есть люди которые лет работать с ним то есть они умеют взять и сделать так что за счет определенного расположения каких-то ярких цветовых акцентов в кадре это становится круче миллион раз вот вот так я не умею и так как я знаю что такие есть и так как я умею вот видеть такие кадры я надеюсь вот мне недостаточно моего уровня работы с цветом я стараюсь работать мне интересно и в этом прокачиваться о крутых фотографах есть какие-нибудь кумиры ориентиры авторитет для тебя да ну то есть есть много фотографов которые мне нравятся и про которых я думаю что вау они суперкрутые но это снова какие-то классики это общеизвестно именно ориентиров и кумиров ну наверное я называю словом маяк потому что не кумир кумир от кто-то кому-то поклоняешься прям мой маяк ляля кузнецова ляля кузнецова обязательно помните ляля кузнецова никто не знает ляля кузнецова ляля кузнецова надо знать случалось ли тебе заниматься репортажный или концертной съемкой вот прости мы уже говорили да случалось кого снимал до кого очень только не снимала получается что я довольно часто чем-то занимаюсь иногда как работой иногда просто так для себя это очень странно потому что я снимаю ну то есть такие штуки снимают на широкий угол и на широкий угол практически не снимаю поэтому все время кажется что динамики у меня нет репортажа да что ж такое вот но наверное это не из-за техники а из-за того что ну просто я вот так вот привыкла смотреть на людей я предпочитаю опять уползать в портрет даже если это какая-то репортажка простинга ты была на концерте и для это был какой нет это было мероприятие было закрытое мероприятие и он был одним из приглашенных для развлечения пообщаться не удалось не к даже даже тем кто пригласил потому что он общается ты снимаешь не только в россии ну и в других странах европе том числе то есть тебе прямо оттуда пишут чтобы приезжай фотографируй мы тебя очень ждем пока не совсем так я надеюсь я к этому приду получается что моя жизнь полна внезапных встреч и каких-то случайностей когда что-то происходит а я иду этому навстречу и из этого простекает что-нибудь еще вот и все мои съемки за границей пока связаны корнями какими-то истоками со съемками в россии то есть я делаю какие-то съемки в россии и люди для которых я работала либо со временем переехали бы в тот момент когда я снимала в россии они приехали навестить родные места и увидели меня здесь и мои работы здесь потом когда они приехали обратно туда где они живут постоянно они приглашают мне насколько часто происходит в одежде пока не очень часто то есть совсем недавно я жила в иванове и время от времени выезжала в москву на съемки и сейчас мне хочется чтобы это было так что я жил в москве и время от времени уже в европу на съемки вот и в этом году я ездила за границу два раза и еще планируется либо одна либо две поездки она уже точно согласованная и одна еще под вопросом то есть ну пока не так много но мне кажется что это все вопрос тоже сарафан то есть сарафанная радио такая штук что тебе больше всего запомнилось в заграничных поездках заграничных поездках мне запомнилось то что мне дают возможность делать то что я хочу потому что если люди готовы идти на то чтобы платить тебе билеты перелеты и проживание раз они настолько тебя ценят ну и как бы еще и заплатить за твою съемку работа раз они считают тебя настолько крутой чтобы вот во все это ввязываться то они тебе доверяют это очень приятно это очень сильно развязывает руки позволяет делать действительно хорошие фотографии из-за которых они думают что они позвали тебя не зря и приглашаю тебя снова либо не приглашают тебя и тогда вы понимаете что ну наверное вам не по пути но пока у меня тихо 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 было во франции я была в эстонии и так наверное да да просто во франции я положу несколько раз на все приходилось где принимать участие в фото конкурсах как в качестве участника так может быть или член жюри еще что-нибудь так да я участвовала не было с той стороны и бригады с другой вот мне кажется что это не обязательно в жизни фотографа но в какие-то моменты мне хотелось либо какие-то были особенные конкурсы в которых мне хотелось поучаствовать либо тематически интересными либо статусное интересным и пару раз было так что мне просто нужно было какая-то подпитка то есть самоутвердиться как-то так что-то по поводу конкурсов а да еще за границей снимала в мексике замечательные семьи там совсем другой свет это чудовищно сложно фотографировать но как бы цель поездки в мексику была не совсем такая но семейные съемки там были их было много и если вы соберетесь работать где-то за границей привыкайте к тому что там придется забыть все относительно привычной работы со светом и если это не русские люди еще и с менталитетом как-то будет совсем другим взаимодействовать потому что действительно сказывается то что привычно для русских людей иногда бывает совершенно дико странно для людей других наций к чему нужно быть готовым русскому человеку чтобы да это даже не то чтобы русскому человеку любому человеку надо быть готовым к тому что в другой социальной реальности все немножко по другому и в другом месте земного шара совсем другой свет вот любому человеку я думаю только русских касается насколько объективно ну как вот побыв и конкурсантами так и положим членом жюри насколько объективно оценка происходит работ не бывает объективной оценки работ фотографов то есть если технический уровень еще хоть как-то можно попробовать оценить объективно то творческую составляющую объективно оценить нельзя вот но сейчас еще фотография это не только фотография хоть я не сильно хорошо отношусь к разговорной фотографии то есть когда человек чуть-чуть снимает а потом очень много говорит про свою фотографию и это обретает смысл но все-таки без подписи сейчас фотографии реже актуальны и реже живут потому что красивых картинок сделано уже столько что их не переварить они становятся действительно крутыми когда они обретают какую-то значимость и это часто нельзя считать без кого-то контекста вот тебе предлагают съемку который тебе не по душе ты согласишься или профессионализм все-таки важно я не соглашусь я не надел тут в профессионализме или в каких-то там моих личных эмоциональных предпочтениях наоборот я слышала такую теорию что профессионалы они могут взять и отказаться от личной оценки и сделать все что угодно то есть может это не в профессионализме я наоборот мне легче посоветовать какого-то фотографа который хорошо справится с этой работой то есть я не буду критиковать своих заказчиков я сначала попадаю попытаюсь как-то это там сказать а может быть мы сделаем вот так если мне подойдет мой вариант когда я скажу знаете вот это не совсем мой профиль есть замечательные фотографы ну это есть фотографы сильные именно в этом направлении я могу дать вам на них ссылки если человек скажет что он хочет я дал ему ссылки на этих частоте приходится оказываться по другую сторону камеры да сейчас чуть реже но вообще-то то есть это какие-то фотосессии это снимают друзья например началось того что снимали друзья сейчас добывают какие-то автосессии то есть ты получается еще и модель ну да получается для многих твоих знакомых наверное было неожиданно увидеть тебя на обложке пластинки группы весна в брика я не помню как называется теперь но тем не менее он есть как же сам наш как-то получилось что ты вот девушка с обложки так получилось что сейчас я не смешно пошучу ребята не нашли у меня достаточно хороших фотографий моего авторства им пришлось взять фотографию на которой мое лицо нет самом деле просто они спросили сначала маша можно ли взять какой-нибудь и снимков которые это делала прислали мне примерные ну примерную тематику того что нужно и я дала какие-то снимки и сказал где еще можно посмотреть и пока они изучали 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 тот контент который создаю я каким-то образом они вышли на эту фотографию и увидели и просто приняли такое решение спасибо можно это будет не твоя фотография а твоя фотография я спросил автора автор был не против так что так все и получалось ты как ты считаешь насколько соответствует твоя фотография твоя фотография на обложке и содержание пластины не знаю это очень сложный вопрос мне кажется что это даже хорошо что не то чтобы напрямую соответствует то что если если бы я была какой-нибудь музой вдохновительницы и там были песни написаны в честь меня оставить меня на обложку было бы нелепо вот а так как я не имею отношения к творчеству этой группы и это просто какой-то образ оторванный от меня то есть когда мы на фотографии тоже как бы и не мы просто какой-то образ в который люди вкладывают что хотят и там какой-то такой довольно широко трактуемый образ поэтому мне кажется что вот для меня так как я знаю что это я содержимое пластинки не совсем связано с обложкой но черно-белая фотография женщины настолько широко может быть трактованы что многие найдут там какую-то связь и даже возможную прямую связь вот это круто какое-то время назад ты переехал в москву как ты относишься к тому что люди сейчас но те кто например или вы ехали из иваново другие города как и те кто здесь живут у них среди людей принято ругать и хаять иваново как скучный неинтересный город из которого хочется побыстрее свалить вот согласишься ты или опровернешь данную форум и я не соглашусь то есть я считаю что скучно скучно или не скучно человеку в городе это от человека зависит то есть да действительно тут меньше событий каких-то чем москве почти где угодно событий меньше чем москве потому что ну все таки это очень большой город это столица и если кто-то что-то хочет донести до людей он рано или поздно ну как творческий человек или или не обязательно творческий он старается туда попасть поэтому со всех сторон все это туда стекается и это доступнее и проще а здесь может быть приходится приложить чуть больше усилий для того чтобы найти что-то такое даже если ты не можешь данный момент найти что-то интересное происходящее в городе у тебя же всегда есть вот это и вот это и ты там уже думать и чувствовать читать книги и общаться с людьми и создавать что-то сам так что пока я жила здесь двадцать семь лет первых своей жизни мне не было скучно то есть тебе нравится возвращаться он но мне нравится возвращаться в войну мне нравится быть других городах я не могу припомнить ни одного места где бы мне было прям чудовищно тошно этим невозможно жить наше интервью подошло к концу спасибо тебе огромное что согласилась ответить на все наши сбивчивые вопросы спасибо что смотрите нас впереди еще будет много всего интересного нашим сегодняшним гостем была мария дюбовкина семейный фотограф всего хорошего пока я просто проработал то кошмар для фотографа потом же меня в страшных снах будет преследовать что ко мне придет налоговая и спросит у меня почему я говорю что фотография налоговый нас не смотрит